Проводы срочников 115-го зенитного ракетного полка в запас проходят в несколько этапов. В начале в музее 5-й форт проходит торжественная церемония. Ритуал станет для солдат прекрасным ярким воспоминанием о военной службе. За разумную инициативу, усердие, отличие по службе, высокий уровень профессиональной подготовки, образцовое выполнение воинского долга и в связи с увольнением в запас лучшие солдаты-срочники получают грамоты и благодарственные письма. И, конечно, все это происходит на глазах у любимых и близких. Служба прошла спокойно. Большой плюс, что разрешается военным нашим сыновьям позвонить домой каждый день. Каждые выходные можно приехать на посещение, их отпускали. Увидишь, что сын к тебе вошел бодрячком и на душе спокойно становится. И, конечно, я считаю, что в этом большая заслуга их командиров, их непосредственных командиров, которые привели в них за период службы не только какие-то военные, армейские дисциплины, но и мужество сделали с наших детей настоящих мужчин. И мое мнение, что в армии должен служить каждый мужчина. Сейчас, если честно, когда остались считанные денечки, время тянется безумно долго. Казалось, что 12 месяцев, ну сейчас чуть-чуть меньше, но это время, оно как-то пролетело быстро. А вот этот вот месяц, который остался, время все, каждая секунда идет как будто час. Я не знаю, осталась вот буквально неделя, следующую пятницу придет домой. Будем ждать. Безусловно, спасибо за этот год. Были сложности, были трудности, но были позитивные моменты. Наверное, каждый должен нас служить, чтобы что-то вспомнить потом, как товарищей. Непосредственно, товарищей много нашлось, друзей. Проходит последняя неделя, солдаты служат инструктаж и уходят в увольнение. Максим Заруба считал часы до встречи с женой. Домой решил вернуться сюрпризом, перед этим купив любимые цветы. Все хорошо. За период прохождения срочной службы Максим получил военно-профессиональные навыки и умения. Но в упорядочной и напряженной жизни солдата временами не хватало душевного тепла и долгих бесед с близкими. Встреча с любимой женой Натальей стала для эфрейтера в запасе лучшим подарком в честь окончания службы. Я, если честно, до сих пор не верю своим глазам, это рукам ничего не верю, просто, и не знаю, неделя тянулась очень долго. Я думала, что она будет быстрее, но вот сейчас я приехала сюда от родителей. Я, наверное, с девяти часов здесь находилась. Эти три часа, да, три часа, они тянулись, я не знаю сколько, может, несколько дней для меня сейчас прошло. Ну, если честно, тоже напряженно тянулись, тянулись, но все, достигла своего момента прекрасного. Я дома. Легкий мандраж есть? Конечно, есть. Это непривычно. В планах у молодой пары семейный ужин с мамой Максима. А для всех девушек-солдат у Натальи есть совет. Это испытание. Должна пройти, наверное, каждая пара, потому что только вот в период разлуки можно прочувствовать, это чувство, вот, то, которое сближает, то, которое действительно скрепляет наши сердца, потому что не каждая пара это может выдержать. Но я могу с уверенностью сказать, что мы выдержали, мы справились, и пусть все хорошо. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Новости Бреста.